Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте! Ситуация в Европе все тревожнее. НАТО резко расширяет свое военное присутствие, которое напоминает подготовительные предвоенные действия. Если война, то зачем и против кого? Это мы выясним у нашего международного обозревателя Александра Козлова. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Будет война? Кто против кого? Я думаю, что мы все уже являемся свидетелями войны, которая идет, и она только нарастает. То есть вопрос, видимо, связан с тем, что мы сейчас видим, когда пока гибнут в Сирии, в Йемене, в Ираке люди, насколько это приближается к границам Европы, насколько это может распространиться на весь мир. Если сейчас послушать новостные выпуски совершенно разных стран, то, допустим, из Брюсселя сейчас идет просто массированная такая озабоченность, озабоченность, тревога, волнение, там очень много таких переживаний, что надо действительно наращивать армию в Европе, усиливать подразделения сухопутных войск, НАТО, особенно в Прибалтике и в Восточной Европе, значит, форсировать развертывание военно-морских сил Великобритании в Балтийском море, подразделения НАТО, военно-морских сил в Средиземном море, в Черном море и так далее. То есть это все, как только такая риторика, как только такая, мы будем говорить, массовая кампания запускается в прессе, и это, естественно, является признаком того, что действительно готовятся какие-то действия, которые могут вылиться в войну. Ну, подобно, на самом деле, новостная истерия действительно наблюдалась перед Первой и Второй мировой войной. Совершенно верно. То же самое сейчас идет практически по всему миру, поэтому очень тяжело разобраться простому человеку, что же на самом деле происходит. А для того, чтобы разобраться, надо смотреть на факты, то есть стараться отбросить просто пропагандистские всякие, так сказать, штампы, и предубеждения, и понять, что реально, вот просто по факту происходит. А по факту мы видим следующее. Вот то, что на Ближнем Востоке самым тревожным фактором является вхождение, такая реальная угроза того, что Турция вводит войска в Сирию и начинает непосредственно боевые столкновения с армией в Сирии, естественно, при этом включается немедленно в это подразделение военно-космических сил России, и турецко-сирийско-российский конфликт, вот он уже налицо. То есть это очень высокая опасность военного столкновения, мы не видели это со Второй мировой войны, такого напряжения, когда войска НАТО могут столкнуться непосредственно с вооруженными силами России. Скажите, пожалуйста, Александр, может быть, вы можете прояснить, что из себя все-таки представляет этот игрок НАТО в военном плане, в плане маневров военных, что он из себя представляет, насколько он серьезен? НАТО вообще можно так себе представить. На самом деле это бюрократическая организация из 28 стран, которые вот сейчас заседают саммиты, проходят в Брюсселе, и мы видим, насколько неэффективно, долго, в общем, как-то скучно выступают, обсуждают какие-то проекты решений. С моей точки зрения, очень низкой эффективности, и если говорить так вот именно с точки зрения военных экспертов, то это, ну, забалтывание тех проблем реальных, которые существуют в мире, и попытка как-то какие-то дать популистские, так сказать, лозунги, какие-то заявления, даже те решения, которые сейчас обсуждаются, ввести, допустим, батальон подразделений сухопутных войск в Эстонию, что такое батальон из 500 человек, это просто, ну, не о чем говорить на уровне такого саммита, так сказать, когда реально решается судьба мира. С другой стороны, это, естественно, вооруженные силы этих стран. Вот, насколько они эффективно могут взаимодействовать, мы видим, что до сих пор НАТО не приняло решение о принятии каких-то мер эффективных по борьбе с исламским государством. Вообще никаких. Вот, то есть, разговоров много, действий никаких абсолютно. То же самое можно сказать о многих других направлениях, которые обсуждаются. Поэтому говорить реально можно о вооруженных силах конкретных государств. И в данном случае, вот если мы сейчас вспомнили Турцию, то при том конфликте, который нарастает на Ближнем Востоке, вполне возможно участие вооруженных сил НАТО друг против друга. В частности, в этой ситуации Греция занимает позицию против Турции и готова также, так сказать, в случае опасности там какого-то большого столкновения принимать участие уже все громче об этом заявляет. Поэтому, насколько там дисциплина НАТО действует, это очень условно. Мне бы хотелось прояснить, Игорь, насколько вообще возможно существование такого какого-то нейтрального военного игрока, какой-то нейтральной такой военной силы, которая может поспособствовать регулированию мирному. Ну, если произнесено слово «военная», она по определению не может быть нейтральной. Военная – это, значит, направлено на кого-то. Она не существует просто так. Вооружились ради того, чтобы вооружиться. Вооружились ради того, чтобы либо защититься, либо нападать. Поэтому нейтральной такой силы ее нет и быть не может. Если дошло дело до военных действий, до военных решений, там уже очень жарко становится. А миротворческую какую-то функцию она может выполнять? То есть все-таки… Декларировать ее – да. Выполнять, мы видим, как силы ООН, они направляются в горячие точки, чтобы как бы разделить воюющие стороны. На самом деле этого не происходит. Они просто наблюдают, но реально никакого они влияния там не имеют. Я вот пытаюсь понять, нужна все-таки какая-то, может быть, это вопрос Александру тоже, нужна же все-таки какая-то определенная военная угроза для существования мира или нет? Нет, абсолютно нет. Это придуманная вещь для того, чтобы вот эта милитаристская машина вся сама себя обслуживала и наращивала просто свой потенциал. На самом деле, если мы договариваемся с вами, зачем нам нужны ножи, зачем нам нужны пистолеты, если мы с вами находимся в нормальных взаимоотношениях. Когда взаимоотношения нарушены, вот тогда нужны уже какие-то защитные средства, и они уже не имеют конца. И все-таки сейчас в несовершенном нашем мире, в котором все еще вот эти связи, о которых вы говорите, между людьми неисправлены, нужна какая-то военная, какой-то военный аппарат, нужен какой-то военный аппарат для того, чтобы защищать страну, защищать группу стран? Когда существует угроза одних другим, разумеется, необходимо защищаться, но когда речь заходит, повторюсь, о военных действиях, там уже не может быть никакого нормального решения, это может быть только силовое решение. Нормальное решение тогда до военных, когда люди садятся и договариваются, как они будут жить между собой. Если эти договоры не произошло, начинаются вот эти вот войны. То есть на этой стадии какое-то несиловое решение еще возможно или нет? Сейчас идет война. Какое может быть здесь мирное решение? Отобрать у всех оружия и посадить за стол? Сейчас говорят о том, что армия НАТО может быть, какие-то войны, может произвести миротворческие действия и так далее. Ну вот Александр только сказал, что страны НАТО могут воевать друг с другом в этом конфликте. Какую же миротворческую миссию они могут выполнить? Александр, вот скажите, сейчас действительно все больше говорят о военном конфликте, возможно, военном конфликте между Россией и Турцией. Насколько это реально? Насколько это отразится на нас, на Израиле? Я думаю, это настолько реально, насколько у Турции сейчас хватит решимости вступить на территорию Сирии. И, естественно, Сирия об этом уже предупредила, что она будет воспринимать это как акт агрессии. Но здесь такой момент очень острый. То, что при этом столкновении, которое может быть, и, может быть, даже оно специально провоцируется, это столкновение, немедленно вступает еще очень много сил в действие. И, в частности, фактор так называемый курдов в Турции, которых сейчас 7 миллионов, и которые практически ведут вооруженную борьбу, уже сейчас столкновение с Турцией. То есть практически в Турции начинается немедленно гражданская война. И, значит, входит еще в эту войну несколько стран, о чем мы говорили. В России сейчас открылось курдское посольство. Да. И поэтому опасность очень высокая. Опасность именно вот этого вооруженного столкновения. И где она может остановиться? Тут нет границ. Поскольку здесь сразу факторы есть и проливов Босфора, Дарданелла, между Черным и Средиземным морем, которые турки готовы заблокировать, и которые Россия, ну, как бы будет обязательно как-то предотвращать это военным образом. Возможно включение других стран в этот конфликт. И не зря там мы сейчас говорим о введении военно-морских сил НАТО в этот регион. Поэтому чем это закончится, это невозможно себе представить, поскольку это нарастающий ком. То есть как бы одно за другим следует, и каждый следующий шаг очень грозный. Те механизмы, которые были выработаны для регулирования международных отношений, в частности, Совет Безопасности, различные там санкции, меры, договоры по ограничению и так далее, практически сейчас не работают. Даже вот сейчас простой пример. У НАТО есть соглашение с Россией о неразворачивании военных сил на ее границах. Нашли юридическую заковырку там, что оказывается это на постоянное освоение нельзя размещать, а на временной можно. И сейчас проводится ротация, так называемая, там, или еще какие-то способы. То есть даже если какие-то еще соглашения остались, они очень формальные и не выполняются. Давайте будем об этом действительно с тревогой об этом думать и искать решение, поскольку на сегодня не видно вот той силы, которая бы сдерживала вот этот нарастающий такой поток, вот эту огромную угрозу, такую волну, неконтролируемую практически ничем. Игорь, как Вы думаете, в нас полетят щепки при этой неконтролируемой волне, о которой говорит Александр? Ну, разумеется, они уже летят, собственно говоря. Мы видим, что у нас то там, то здесь вспыхивают какие-то очаги напряженности, которые принесены изуне. Нет, это все результат воздействия этой психологии войны, которая сегодня существует. В отсутствии идеи миротворческой, которая могла бы быть реальной в исполнении, мы видим, что конфликт разрастается. И Каббала говорит очень жестко об этом тоже, что может быть и третья мировая война, и четвертая. Если мы не остановимся, последствия могут быть очень катастрофическими. Как Александр правильно сказал, все договоры не работают, новой идеи нет, и выдвигаются самые завиральные и самые дикие, по которым, например, что если уменьшить население Земли в половину, то остальное население, оставшееся, заживет хорошо, не понимая, что оставшееся население продолжит воевать до тех пор, пока мы не уничтожим друг друга полностью. Действительно можно назвать этот прогноз таким еще оптимистичным, если говорить только о каком-то половинном уменьшении населения. Что такое половина мелочей, можно сказать? Поскольку настолько сейчас проблемы еще экономические, долговые, зашли в тупик, что практически решения этим проблем нет, и нет экономических механизмов, нет политических механизмов, нет никаких дипломатических реальных таких подходов. И если бы была хоть какая-то зацепка, что мы видим, вот, допустим, сейчас решится вопрос Турции и Сирии, или, допустим, Ирака, курдов, и на этом все успокоится. К сожалению, такой огромный клубок противоречий мы видим, что конца ему нет. И действительно, тут нужно искать какое-то совершенно новое решение, как успокоить, как-то заставить людей встряхнуться, задуматься, что мир стоит на грани просто уничтожения. Александр, Игорь, спасибо большое. Мы будем надеяться на более оптимистичные передачи. Спасибо вам и вам, зрители. Пишите нам на Facebook страничке открытого телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова